Курс доллара снова поднимается. За последние несколько дней он вырос на 30 копеек. Почти настолько же, как за весь июль. Впрочем, нацбанки и финансовые эксперты утверждают, уверяют, причин для паники нет. Рынок штормит из-за спекуляций и избыточного предложения гривни. Тем временем стало известно о подарке Международного валютного фонда. 28 августа и 9 сентября МВФ перечислит Национальному банку Украины сумму порядка 2 миллиардов долларов безвозмездно. Украина получит свою долю как член этой международной организации. Эксперты считают, что это должно поддержать курс гривни на валютном рынке. Уже сама эта новость несколько остановила рост курса доллара во второй половине дня. Почему гривну до сих пор лихорадят? Максим Дробок. Еще в начале недели доллар можно было купить по 8.20, теперь уже 8.40, в некоторых обменниках и выше. Что будет осенью, точный прогноз никто дать не может. Эксперты предполагают, что в ближайший месяц продолжатся валютные качели от 8 до 8,5 гривен за доллар. Реальных же оснований раскачивать доллар до 9 гривен и выше нет, уверяют в Национальному банку. Иначе люди не смогут выплачивать долларовые кредиты. Совет экспертов не гоняться за валютой и тем самым не раскачивать спекулятивный курс. Рост доллара не столько его нехватка на рынке, сколько перегретый спрос на американскую валюту. С начала года за 7 месяцев украинцы купили ее на 59% больше, чем продали банкам. Это колоссальная сумма, более чем 4 миллиарда долларов. Те доллары, которые у вас будут в руках, наличные, под подушкой или где-то еще, они тоже будут принимать на себя инфляцию точно так же, как гривня. Но наличная гривня у вас, предположим, примет 13% инфляции и то же самое произойдет и с долларом. Но вы можете потерять на курсе, потому что когда вы покупаете доллары, вы подталкиваете доллар к росту. Еще одна причина падения курса гривны – это ее избыток. Привительство через облигации заняло миллиарды у Назбанка и пустило их в оборот. Главная причина, что непростые украинцы раскачивают рынок. Как только закончится тот вал гривны, которая прошла через бюджет, он заканчивается уже, по моим оценкам, сейчас уже должен подходить к концу. Национальный банк немножко будет более агрессивным и стабилизирует курс официально где-то, наверное, на уровне 7,85, а наличные останется на уровне 8,30-8,50. Сейчас очередей возле обменников нет. Это одно из отличий от прошлых валютных качелей. Эксперты уверяют, резкое ослабление гривны – временное явление. И уже в следующем году после выборов курс поползет в обратную сторону. Максим Дробок, Михаил Федоренко. Подробности – телеканал Интер.